Христос воскресе из мертвых, Смерти в смерть поправ, И в сухожьем в огробе в живот дорожав. Христос воскресе из мертвых, Смерти в смерть поправ, И в сухожьем в огробе в живот дорожав. Христос воскресе из мертвых, Смерти в смерть поправ, И в сухожьем в огробе в живот дорожав. Господи, благослови наши занятия. Недяй нам, праздникам. Аминь. Это не помню. В любви и согласии. Платя, честь и отец и святой дух. Аминь. Послание к Ефесянам святого апостола Павла 2 глава 3 стиха. Я напомню первые два стиха, потому что тут в контексте надо смотреть. Итак, Ефесянам 2 глава 1-2 стихи. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, которые вот некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего воздуху, духа, действующего ныне в стенах противления. Ефесянам 2-3. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. И были по природе чадами гнева, как и прочее. Толкование не этим только успокаивает их, говоря, что греховность наша происходила от дьявола, но и тем, что и сам себя, и всех прочих ставил в одно с ними положение. Так как никто не был безгрешен. Хохотями плоти называют те, которые происходят от плотского мудрования. что он здесь не порицает плоти, это ясно. Ибо сказал, исполняя желания плоти, присовокупляет и полноцом. То есть не помышляя ни о чем духовно. Поэтому не плоть достойна осуждения, но помышление, которое влечет страстным удовольствием. Или же таким образом не оскверняет ум, помышляя злое, и плоть совершая это. А делами плоти можешь считать прелюбодеяние и тому подобное. А делом помыслов зависть, злопамятство и тому подобное. Это сказано вместо. Мы оскорбляем и прогневляем Бога. И ничто другое были на самом деле как гнев. Подобно тому, как дитя человеческое по природе есть человек, так и мы. И как сынами гиены и сынами погибели называются достойные того, так и чадами гнева называются делающие достойное гнева. Слово же по природе поставлено вместо истинно и подлинно. Как и прочие, ибо никто не был свободен от гнева. Вопросы? Так, вот чадами гнева как будто сказано ваш отец дьявол. Я когда читал, думаю, у дьявола гнев это второе название. И как у дьявола есть дети, так и у гнева. А здесь толкователь нам говорит, что чадами гнева называются делающие достойное гнева. То есть достойное гнева Божия. Гнев сам по себе не может быть отцом так скажем вот этих порочных людей, которые впоследствии обратились и стали христианами. У меня почему такая мысль пришла? Потому что прям читаешь и были по природе чадами гнева, как и прочие. Ну да ладно, идем дальше. Ефесянам 2.4 Бог богатый Так, простите, что-то поменялось. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас поколение. Мы делали дела достойные неумолимого гнева, но Бог говорит не просто милости, но и богат милостью и любовь от много милости. Ибо иначе как бы мы чадо гнева удостоились любви. эфесянам 2.5 мыслей продолжается. И нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. толкование. Здесь окончание прежде начатой мысли, а прочее все ставка. Опять Христос посредник и дело достойно доверия. Ибо если начаток первенец жив, то и мы живы, так как Бог оживотворил его и нас. Его в действии, о нас в силе теперь, а немного после и в действии. Вот необычайное величие силы его, именно, что он мертвых сынов в гнева оживотворил. В этом упование нашего звания глубоким душевным потрясением он высказал это, изумляясь неизреченному дару Божию. Ибо ни трудом и ни собственными делами говорит вы спасены, но только благодатью. Ибо что касается дел, вы достойны были наказания и гнева. Вопросы? Игорь 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 расширите пожалуйста эти места нет. Здесь гневом называется как бы олицетворяет само явление гнева. И так и любому греху он сравнивает с чадо блуда. Чадо родителей? Нет, нет, это чадо блуда. И написано такое, что дети от сожительства являются свидетелями разврата родителей. Когда говорится в пятой главе мертвых по преступлениям оживотворил, это как раз лучшее доказательство того, что тысячелетнее царство началось на Голгофе. Мертвый по преступлениям, мертвый Адам сделался. Первое прозвучавшее слово смерть, в день в который вкусите смертью умрете. Он умер Адам? Да нет, жил еще 900 лет с лишним. Вот умер по преступлениям. А теперь оживотворился Христом. От первой духовной смерти первое духовное воскресение. Блаженность от имеющего участия в воскресении первым. Как? Не верил, ожил, сын мой был мертв и ожил. Как? Принятием Христа получил новую природу, родился свыше. И благодатью мы спасены. И когда говорим, мы понимаем, мы ничего не стоим и не можем без благодати Божией. Самое известное, самое хорошо тебе понятное сделается чуждым и далеким. Вот мне сейчас скинули фильм, Молчание называется. Название такое. Ну, попросили, ну, дайте объяснение. А это худо-бедно полтора часа или даже больше, как в Японии миссионеры были. И один за другим отрекались. я сразу припомнил житие святого Мартиниана, папу римского, когда он отрекся. Но потом он, даже стоя рядом с Диоклетианом, с гонителем, с инквизитором, и он сказал, я христианин и тоже был сразу казнен. Вот я нашел сродство, это могу только показать. А сегодняшний человек не должен идти ни на какие компромиссы, нет и все, на твоих глазах детей казнят, ну и что? Вторая Маковейска, седьмая глава, пусть вооружит тебя. Мать сама одобряет, отдай все пальцы, отдай глаза, что выдавливает тебя. Тело отдай на сожжение, я получу тебя живым и здоровым, сынок. Уже пять сыновей прошу, давай ты тоже потерпи, вот так надо. А тут пошел на компромиссы, ему показывают, это Христос тоже сострадал, то есть нельзя это даже слушать было. Вот и здесь нас он нашивтворил благодатью, будь верен, ни шагу назад, все остальное потери вечности. Все. Ефесянам 2.6 И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе и Иисусе. Талкование. Так, потому что начаток и глава Христос говорил воскрешен и нас через него Бог воскресил. Точно таким же образом, если глава сидит, сидит вместе и все телом. Посему и говорит во Христе и Иисусе, то есть потому, что Он восседает и мы восседаем. Или же воскресил с ним, можно понимать, не о воскрешении, но о животворении через крещение. Как же после этого посадил вопрос «Если терпим, говорит, с ним и царствовать будем». 2 Тимофею 2.12 И Христос говорит «Сядьте на 12 крестово» Патфея 19.28 Андрей недоступ «Сядьте» Выточьте пожалуйста И в другом месте «Отдать» «Сесть» у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готово Марка в 10.40 Итак, это уже уготовано. Вопросы? Я вот этот стих читаю и вспоминаю разговор с одним пастором неопятидесятнической церкви И вот он мне читает этот стих и доказывает что они все спасенные они уже на небесах Я говорю подожди ну ты сейчас вот конкретно вот сейчас ты на небесах да то есть ну да мы уже на небесах будем когда-то в надежде надеемся в уготованном потом и сейчас нет сейчас у него вера такая непоколебимая вот дух обольщения мы спасенные ничего делать не надо посты не нужны и прочее и прочее вся православная церковь отступила а мы вот теперь наследники царства небесного всего вдруг ефесянам 2.7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе толкование чтобы кто-нибудь не усомнился в сказанном он старается сделать речь более убедительной говоря если не ради любви к нам то по крайней мере из желания явить свою благость непременно это исполнить теперь теперь многие не верят ему в будущем же веке все узнают что нам Бог даровал видя святых в неизлеченной славе что же касается выражения во Христу Иисусе оно значит не ко Христу одному относится сие но через него придает перейдет и на нас как от начала ко всему с ним оживем с ним и воссядем так говорит великий Иоанн в толковании на этот отрывок а в толковании на Евангелие от Москве говорит что никто не воссядет тогда пробленно нужен дар духа и откровения чтобы уразуметь глубину этих тайн ибо если бы примудрый учитель Иоанн не сказал ясно что мы будем посажены то иной мог бы сказать что во Христе мы уже сидим равно как и то что во Христе мы удостаиваемся поклонения от ангелов ибо не мы лично удостаиваемся поклонения но так как наше естество соединенное с Богом словом приемлет поклонение то и на нас переходит эта часть в этом смысле и говорит теперь что и мы восседаем понятно и восседаем и не восседаем одновременно мы как тело Христова Христос глава если он восседает то глава же не может быть отдельно от тела то есть духовно мы должны понимать что и мы восседаем там как тело как единородное тело с главой Христос начаток он первый воскрес и мы воскресли в крещении а позднее будем воскресли во второе пришествие и будем посажены с ним на облаках окончательно увидимся лицом к лицу он говорит не восседаем а воссядем ты два раза прочитал неправильно последнее слово воссядем в будущем но не сегодня если говорить что и мы воссядем понятно договорился я понимаю что в будущем не сейчас хотя впереди там вот и сказано что посадил на небесах уже в шестой стиль уже сейчас посадил получается как бы противоречие здесь в будущем а здесь в настоящем говорится там говорит об именах записанных об именах то есть мы сегодня там прописаны записал книгу жизни исход 32-32 а тогда узрим его как он есть уже в обновленной плоти понятно что мы спасены благодатью, присовокупляет и то, что принадлежит нам через веру, чтобы не нарушить свободы воли. Слово как бы уничтожает это, говоря, что и вера не от нас, потому что если бы он не пришел, если бы не призвал, мы и не последовали бы. Как веру говорит того, о ком не слыхали, Римлянам 10-14, так что и вера дар Божий. Или же иначе, не веру называют даром Божьим, а спасение через веру. Вот что есть дар Божий. Ибо пусть вера и наша, но как бы она одна могла спасти, если бы Бог не благоволил принимать нас ради нее, чтобы не совсем быть нам безучастными в деле нашего спасения, но явиться привносящими нечто и от себя. Ассистанты толкуют, вот они, они так буквально понимают, ибо благодатью вы спасены через веру. Все, я уверовал, я спасенный. Нет, надо вот внимательно вчитываться в толкование. Здесь ударение нужно ставить не на спасены, уже здесь и сейчас на земле, а благодатью. Чей благодатью? Божией. Без его благодати, без его сошествия, без его подвига крестного мы бы и не уверовали бы и не спаслись. А как веровать в того, о ком не слыхали? А если бы он не умер, бы и не воскрес, мы бы вообще не слыхали бы этого, и веры бы никакой бы не было. Вот что пытаются нам донести. И далее вот в 9 стихе. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Это не значит, чтобы Бог отверг нас, имеющих дела, но, что и тех, которые погибли бы с делами, спас благодатью. Так что после этого никто не имеет права хвалиться. Ибо слово «чтобы» выражает не причину, а последствия дела. Вот здесь что-то не совсем, но не понятно. Тоже как бы сектанты за этот стих хвалятся. Но вот, чтобы вы тут, и дело не надо, и не от дел написано. А в чем хвалились-то? Игнать Тихонович. Речь идет о покончательном спасении. От чего зависит? Не от дел. Дела только подтверждают веру. Спасаемся благодатью Христовой, кровью Его пролитой за нас. А дела подтверждают, усваивается ли это вера. И вера бывает жива и мертва. Вера без дел мертва. И вера никакой роли не играет, если она не подтверждается делами. Но спасаемся не делами, а верою. А дела? Дела подтвердить должны, что мы живые. Вот и все. То есть, должно быть обязательно и вера во Христа, воскресшего за нас, умершего за наши грехи, и дела, подтверждающие. Да, за дела будет награда, подтверждение. Но имени мы не спасаемся. Хоть какой добрый был Корнилий, но ему сказано, пойди туда-то, Петр скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. А у него перед Богом на память пришли не злые дела, а молитвы и милостыни. Десятая глава Деяния апостолов. То есть, у него дела были, злых не было, однако этого было недостаточно для спасения. Нужно было еще и запечатлеть свою веру в крещении. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. То есть, во втором стихе уже про крещение даже не говорится, это само собой подразумевает. А как неверующему креститься? Когда это писали, сроду бы не подумали, что толпа неверующих в 21 веке будет принимать крещение ради моды какой-то. Да, у Корнилий очень хороший пример. То есть, пришли на память, добрые дела, однако, Бог его направляет еще до вершинства дела. Головка. Головка. Головка вспоминает. Ефесянам 2.10. Ибо мы в его творении созданы во кресте Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Толкование. Толкование. Бог предназначил всему, поэтому нельзя уклоняться от этого определенного Богом дела. На добрые дела, не на одно дело, а на все. Ибо если будет недостаток в одном, нарушается добродетель. А Григорий Богослов выражение «созданное на добрые дела» понимал не в смысле создания в крещении, но относил к первому творению. Вот и так тоже понимаешь, что изначально Бог сотворил человека на добрые дела, но... Я хотел кое-что вам сказать здесь. Давай. Ну вот сегодня сообщение пришло. Илларион, заместитель патриарха по внешним делам, митрополит, сказал, что из Барри прибывают мощи Николая Чудотворца. И вот все радуются к празднику великому, готовятся. Вот у нас церковь, она, ну, сейчас, она как-то потеряла эту нить или путь к добрым делам. И добрые дела заключаются в том, чтобы вот людям прийти к мощам, ну, как можно больше. Там сейчас будут длинные очереди опять, ну, все то же самое. И будут спрашивать, ну, как, чудо произошло или нет. А больше это чудо, когда Капперфильда смотрят, вот летает Капперфильд. Есть такой волшебник-колдун и так далее. Вот это большее чудо. А здесь будут опять придумывать что-то. В общем, все на каких-то выдумках. А мы читаем сейчас такие слова великие, просто которые не просто надежду вселяют, а необыкновенную уверенность дают. Господь, вот если сила есть Божия, то она вот в словах Божьих. Читаешь их, и даже у тебя любая болезнь, и она отступает. Потому что ты понимаешь, даже если все закончится, то слова-то эти остались. А Господь сказал, этими словами будете спасаться и отвечать за все, за всю свою жизнь. Вот надо занятия проводить. Вот придет толпа, ну, заманить их мощами, но показать издалека как бы. А потом на занятия. Вот сегодня я беседовал с одним неверующим, он мне рассказывал, как он в храм пришел, как он ходил, там ходил, говорит, мне надо свечки поставить, а я вот ничего не знаю. Вижу, там какая-то матушка, говорит, ходит. Я ее подозвал, она подошла и я так тихонько спрашиваю, а как вот то-то, то-то сделать. Она мне так все подробно объяснила, все так рассказала. Я говорю, а на самом деле, знаешь, как надо было все сделать? Чтобы ты в церкви там никого не беспокоил, не спрашивал, только ты на выходе пошел, как семечки сейчас, или как пшеницу проверяют. Там электромагниты стоят, специальные инфракрасные излучения, которые проверяют. И гневые не попадают в семечки. Я говорю, только целые. Вот ты захотел молиться? Там стоит такой человек, который так понял, ты молиться, тебя сюда, значит, на молитву. А ты ничего не знаешь, вперед, значит, на занятия. А там уже учителя сидят и все это рассказывают. И все. В принципе, это легко было бы сделать. Но то ли учителей не хватает, то ли разума, как у сталинских генералов, которые при начале войны проиграли. Вот так. Да. Это ты ловко-нибудь попридумал, мощами заманить православность. На это дело они падки. Ну это... Ну это как лучше у православных, как стоит, простите. Ну, опять вот сейчас получим, посмотрим, как ты пошутил, когда самолет поразбился. И что их отпевать-то? Вот тут... Не, не, я тут не шутил. Я конкретно сказал, что зачем всех подряд отпевать. Я и сейчас это скажу. Ну а здесь как бы немножко, ну как бы, какая... Ну да, есть более шутки. Да, ну и уже и многие священники-то понимают, что не дьявол ли нас мутит вокруг этих чудотворных и фондов, а мощи тоже самое-то. То есть, вместо того, чтобы заниматься добрыми делами, заблокировал, как будто дьявол стоит, и так хочется, что столько народу православных поклоняются вместо Христа, вознику Божию. И один, правда, священник, ему прям духом святым, я считаю, было открыто. Такая святыня великая в каждом храме. Это тело Господа нашего Иисуса Христа, причастие. И очередей таких нету к этому телу, миллионных. А к угоднику Божию, что получается, угодник Божий выше Христа, то есть какое-то неразумие, умопомрачение у людей. В величайшей святыне нет такого поклонения, мало того пренебрежения, то есть причащаясь, не знают даже люди то, что это за тайна такая, великое благочестие Тани. Бог явился во плоти, и теперь имею возможность этого тела приобщиться, причаститься, стать частью его. Я не против, вообще, ну, вообще делать такое вот шоу-то из этого прям. Да, деньги, наверное, я так понимаю, паломники, туристы, православный туризм. Деньги. Да, доходило до того, что одновременно на земном шаре несколько голов Иоанна Крестителя крутилось одновременно, понимаешь? Не знаю, правда или нет, но в такие шмыслы сходили. А почему бы и нет, если это бизнес? Прости, Господи, людей, да не видят, что творят. А мы продолжим изучение священного писания. Эфесянам 2 глава 11-12 стих. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского. Чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Стартование. Сказав, что он спас их мертвых, теперь намеревается показать, кому сделал их равными и сонаследниками, и именно израильтянам. Велико ведь было их достоинство и говорит, и так, помните, и так, посему, почему же, потому что вы созданы на добрые дела, ибо одного этого достаточно, чтобы побудить нас, заботиться о добродетели. Помните же, сказал, потому что те, которые поднимаются из совершенного ничтожества на высоту, обыкновенно забывают прежнее. Что же помните, что прежнее время вы были удалены от Христа, а теперь стали близ Него, как и Израиль. Такова именно цель этих слов. Но заметь, как искусно он испровергает обрезанием, показывая, что оно отличается от необрезания только словом, а не на делах. Вы язычники по плоти, а не по духу, и которых называли, а несущие на самом деле, подобно тому, как если бы он сказал, что по плоти вы меньше, а не по духу. И опять словами, плотским обрезанием указывает на преимущество, состоящее только в словах и плоти. Таким образом, необрезание не было чем-нибудь тяжким и гнусным, хотя и говорили так те, которые хвалились обрезанием. Пыть же вне Христа это действительно ужасно и несносно. Почему же, намереваясь показать, что они участники славы израильтян, уничтожают достоинство последних? Но смотри, в чем уничтожают? Не в необходимом, ибо не необходимо обрезание, а безразлично. В необходимом же даже очень возвышают, называют израильтян святыми и пристными к Богу. Не сказал «отвечены», но «отчуждены», потому что и израильтяне были вне законной и по Богу жизни. Но не как чуждые, а как нерадивые. Чуждые заветов обетования. Вот в чем состояло великое разделение. Ибо не сказал «недержащиеся завета», но совершенно чуждые ему. А израильтяне хоть и лишились обетований, но не как чуждые им. Какие же заветы и обетования? «Потомству твоему я даю землю сию». И 15-18. И многое другое обетовал, понимаемое совершенно духовно. Надежды, без сомнения, относительно будущего. Воскресения и воздаяния. И были безбожники в мире. Хотя и поклонялись богам, но это не были боги. Прибавил же в мире, чтобы показать, что они были ближе Израиля не только в небесном, но и в том, что есть на земле славного. Ибо израильтяне и в отношении богопочтения были и славные, и знаменитые. Вопросы. Идем дальше. Идем дальше. Есть по этим словам несколько таких? Да вот как раз это место, редкое очень место. Были безбожники в мире. А выражается всем безбожники. А поклоняются чему угодно. В семейной жизни можно идола сотворить. Из науки сделать идола. Безбожники. И что бы ни делали, все кончается здесь на земле. Безбожия, без вечной жизни. Без истинной цели. Без довольствия в душе. Без радости. А человек, который верит в Бога, он понимает, это всего лишь переход, и для этого стоит потрудиться, пострадать. Быть не только исповедником, но и мучеником. А вы были безбожники в мире. Таких слов я не знаю, где еще кто говорил. Это прямо показывает, что есть большая разница, какой был и какой стал. А у православных-то никакой разницы не было. Ну, хожу в церковь, не хожу. Один раз схожу, его не спрашивают. Он не был 10 лет, ничего, никакой эпитемии нет. Безбожники не посты не соблюдают ничего. И сразу, а, каях, пацаны тоже были проросвященники, христа распяли. То есть, попы дуркуют. Любой канон для них это ужас какой-то. Я вот себе говорю, вот возьми. Канонизирует Ксения Петербургская. Что она сделала? Евангелие держала? Нет. Она уверовала во Христа? Нет. Может быть, она кого-то обратила? Поминайте, говорит, наставника ваших, которые проповедовали вам. Нет. Вопреки всего живого. Муж погиб, она его любила, полковник. Она надела его шинель. И решила себя назвать его именем Андрей. Что, реоркорнация, я говорю, какая-то? Ничего не хотят слышать. Ну, церковь канонизировала. Да мало ли что церковь-то. Несторий до конца был патриархом православным. И вдруг обнаружили, он нестарианец. От него пошла ересь. Даже про Косьмул говорится. Епископа похоронили, а он на кладбище. Ну, Косьма один такой, Кузьма по-нашему. И он из могилы кричит, уберите этого злодея. Он еретик окаянный. Кто он там был? Баптист или кто? В душе своей. Я никто не знал, благословлял, руками махал. Кадила гремела в руках. Это же тебя святые, говорит. Ты мертвый из могилы. Попросил убрать его, говорит, от него зловоние такое идет здесь. А его здесь, он надушится, руки целует, и даже не видит, что он давным-давно уже неверующий. Вы были безбожники в мире. Разница есть, конечно. До этого лежал мертвец. И вдруг ожил, и начинает делать добрые дела. А почему Богу благодарность? А вот возьми, говорит, из простолюдина сделать царским сыном. Великое дело. Ну, конечно. А вот если это было бы дохлое животное, дохлое, из нее сделать живую собаку. Вот здорово. А теперь из живой собаки сделать простолюдина. Из простолюдина сына царя. Так вот, дохло, я был как скот пред тобою. Пришел к погибшим обцам Израиля. Вот что он сделал. Из погибшего скота-могильника сделал царство небесное. Я сегодня смотрел только в одном храме. Тут называется все. Там поют, собираются. Священник рассказывает стихи. Стихи рассказывает прямо в храме. Хлопают себя от ладошки. Эти, которые певички поют, но надеты платочки, так чуть-чуть надернуты. Это и сережки там, мужчины там все расстегнуты. Это внутри храма. И они видят, нет, стихи рассказывают, никого не тронет. До Высоцкого, даже у пьяницы, даже у этого блудника, наркомана стихи в сотни раз лучше. Возьми, была так у Джаба, какие стихи писал Некрасов. А это ничего нет. А вот надо быть добрым, пташку накормить, собак накормить. Ну, я и думаю, вот я делаю, какой я хороший. Нету понятия никакого, что он не видит, какое бедственное положение в церкви. Священник, заслуженный, поэт. Поэт. Я послушал, второе, третье, ничего нету. То есть, даже у этот поет роман, вот этот, а ты романах, роман Матюшин-то. И тот смысла больше. А так, по-поверху, как Тютчев, Афанасий Афанасьевич. О нем Лев Толстой сказал, говорит, такие стихи и лошадь написать может. Вот, если бы она умела писать. И это официально. В другом месте показано прямо, видимо, в фойе у храма. Танцуют девчонки прямо. Ну, ничего нету, трусы видать. И эти ленты крутят, как балерины. И стоят священники довольные. Ну, я раньше считал, у католиков сделали так, на алтаре. Она выходит и стриптиз делает, на алтаре тень. Стриптиз. А выходит дальше у них тут при церкви бильярд, там, то другое, пивнушка, чтобы людей завлечь. Ну, а кому не нужны-то эти люди-то? Они и так уж заоблечены в преисподнюю. Ты, когда еще слушаешь, все сравнивая во свете Библии. И ты увидишь, какая огромная беда. За каждое слово, за каждое стихотворение, за каждое песнопение отвечать будем. Чем воздух оглашали. И он ни одного слова не скажет, что не туда идем-то совсем. Нет благовестия никакого. А вот русский язык, да, церковно-славянский, он воспевает, и вот стоит священник-поэт. Господи, помилуй, только и скажешь. Уж не хочу называть просто. Вот так. Я начал? Конечно. Ефесянам 2.13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Толкование. Мы были вдали от Бога не потому... Нет, не по месту. Мы были вдали от Бога не по месту, а по сердечному расположению и жизни. Но теперь стали близко не жизнью, ибо ничего мы не принесли от дел, а во Христе Иисусе и кровью Его. Ибо пролив кровь свою и отдав себя за нас, Он освободил нас из плена, который удалял нас от Него и приблизил к себе. Но можешь и так понимать. Мы были вдали от Израилетян, а теперь стали близ них. Вопросы? Офесянам 2.14 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду. Толкование. Ибо прежде вовлечении от Слова была великая вражда между обрезанием и необрезанием. Ты слово вочеловечения, прочитай, Сергей, правильно, четко. Ибо прежде вочеловечения... Ибо прежде вочеловечения Слова была великая вражда между обрезанием и необрезанием. А теперь мы примирились, став единой верой. Ибо теперь мы называемся уже необрезанием и необрезанием, но одно имеем знамение – веру. Представь себе два человека. Один раб, другой усыновленный. Тот и другой несли оскорбления одному и тому же лицу. Один, сделав проступок, достойный лишения сыновства, другой убежав. Потом оба они сделаны наследниками и приближенными. И вот они удостоились одинаковой чести и два стали едины. Точно так же язычники и израильтяне оказались преступниками. Те как рабы, а израильтяне как сыны. Итак, что же, неужели важное дело иметь общение с израильтянами? Ты возвел нас на небеса и вот теперь указываешь на это, как на нечто важное? Да, говорит. То должно воспринимать верой, а это самыми делами. Впрочем, не то говорит, что привел нас к достоинству израильтян, а то, что и нас, и их возвел в лучшее состояние. Однако благодеяние к нам выше, потому что тем обещал, а нам не обещал. И мы были вдали, как указывает выше приведенный пример. Объясняет, в чем состояла преграда и говорит. Во вражде к Богу и язычников, и иудеев. Во вражде, которая происходила от наших преступлений. Как и пророк говорит. Беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом. Исайя 59.2 Итак, эту преграду, вражду, он разрушил в своею плотью. Каким образом? Положив во плоти конец вражде. Ибо так, как он соединил плоть с божеством, ясно, что совершил примирение. Ибо два естества соединились и сочетались между собой. А с другой стороны, он разрушил вражду и тем, что явился безгрешным и исполнил весь закон. Ибо закон был оградой, то есть дан для безопасности, чтобы ограждать. А при нарушении он создает преграду, грех, через который мы не в безопасности остаемся, а удаляемся от Бога. Вопросы. Офессианам 2.15 Упразднив вражду плотию своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Дабы кто не сказал, что же, если мы освободившись от прежнего нарушения закона, опять вынуждены соблюдать его. Он говорит, что и его упразднил, ибо дав нам закон для утверждения нас, вместо того, чтобы наказать нас, когда мы его не соблюли, он совсем отменил закон. Потому что, как если бы кто, поручив ребенка воспитателю, когда он не повиновался, взял его от воспитателя. Законом же заповеди называют его, потому что он был устроителем жизненного порядка. А веру называют учением, потому что она устанавливается через учения или догматы. Поэтому апостол, как бы так сказал, вместо жизни он ввел веру. Ибо получили мы оправдание не вследствие заповедей, определявших делать то или другое, но, если уверуешь сердцем и исповедуешь устами, спасешься. Римлянам 10.9 Или же называют учением запретительные заповеди Господни именно. А я говорю вам, не клянись вовсе. Матфея 5.34 Или не гневаться. Исайя 54.9 и тому подобное. Не сделал Элина иудеев, но обоих возвел в лучшее состояние. И не сказал переменить, но создать. Чтобы сильнее выразить свою мысль и то, что затем от естественных дел нам отступать не должен. В себе же сказано или вместо через себя самого, потому что ни другой кто-либо сделал это, но сам как бы расплавит. Расплавит иудея и язычника создал одного нового и дивного человека. И это значит, что он сам первый представил образец и пример. Иудея сам явился наперед тем, что соделал всех элинов и иудеев. И что стал посредине между обоими, держа с одной стороны элина, с другой иудея. Смешав их и удалив все враждебное, сверхъестественно воссоздал посредством огня и воды. Итак, в человеческой природе, которую он принял, в природе общей и язычнику, иудею, приятной ради обоих. Принятой. Принятой ради обоих, в ней-то освобожденной от всякого тления и веткости. Он создал двух единого нового человека, свободного от греховной грехности и неправды. И тот, и другой характеризуются уже не своими собственными качествами, но обоих характеризуют свойства единого человека, созданного по образу Христа. Но еще лучше поймешь эти слова, если мысленно представишь Господа краеугольным камнем, оси двоих, построенными на нем стенами. И в отношении друг к другу, иудеи тогда сближаются с незыщенным, когда становятся верным, но особенно к Богу, что и важнее, как показывает ниже. Вопросы? Я хотел немножко комментарий туда. Хочу сказать, что не так давно смотрел про Кадырова, президента Чеченской республики. И он беседует там с молодыми, как террористами, там ребят поймали, человек 20. И он начинает с ними говорить, или все упирается в учение их мусульманское. И он начинает приводить там пророков своих, там этих учителей, которые как толковали этот Коран, Кумран. И они стоят, слушают, и некоторые уже там аж слезы на глазах у них, то есть начинает понимать что-то. Он выводит там из толпы учителя и говорит, ну вот если вы что-то не поняли в учении, вот-вот, глядите, вот учитель, уважаемый, там мула у нас, там и так далее. И вот вокруг этого все идет. И не только, еще несколько раз, там он постоянно затрагивает свои религиозные темы, именно мусульманские. Вот у нас такого вообще нету в храме, в церкви, даже в храме ни в одном нету. Вот так вот, в скольких храмах был никогда священник не вышел бы, ну так проповедь говорить и сказал бы, в простоте, вот как этот Кадыров. А знаете, я сегодня вот думал, допустим, о 50-й заповеди апостольской, вот крещение троекратное. Почему у нас нету троекратного крещения? Ведь там конкретно написано, что нужно именно погружение, чтобы было. Всегда начинают что-то юлить, и вообще эти вопросы не касаются в нашей церкви. Не то, что там о каких-то канонах других. Один канон только вспоминают, когда ты там это, ну, угодил епископу, там как-то, ну, в общем, типа такого. Этот канон они все четко знают. Значит, тебя надо запретить. Или там проповедовал ты. Проповедовал, значит, на 40 дней отлучаешься. Ну, вот единственные знают. Остальное о свечах, там, должны быть восковые, они нечистые. Там все остальное, там, о торговле. Это как будто бы ничего нету. А ведь об этом надо постоянно беседовать. Вот как этот Кадыров с этими ребятами беседует. Каждый священник, этот митрополит у нас выступает в Ларион. Он музыкант, оказывается. У него уже 85 выступлений было его оратории об Иисусе Христе. Ну, о распятии Иисуса Христа. И там музыка играет, все. Он там скажет несколько слов, сядет и сидит. А оркестр там играет, там все. Слушал я не так давно о нем. А почему в простоте нельзя выйти? Там такая толпа собралась. И не надо ничего играть. Зачем играть-то? Ты говори еще, продолжай говорить до конца, чтобы каждый понял, кто здесь сидит в зале. А там показывают, там сидят, и правительство сидит. Почему нужно все завуалировать чем-то? А вот это о жертве Иисуса Христа. О том, что Христос за нас умер, пролил за нас кровь. У нас же все в церкви, наоборот, перевернули. У нас, наоборот, говорят, нужно идти защищать родину. И этим положишь ты жизнь за живот, за друзей своих. Но как он положит, когда он учится правильно убивать? Он показывает, как каждый день посмотреть канал «Звезда». Как они там хитро все это, по трое спиной к спине там показывают, как перезаряжают быстро. Даже уже в Актику забрались они, эти десантники и подразделения эти, спецназовские. То есть они себя просто так не продадут своей жизнью. Они нескольких десятков могут унести. И тут же священники везде все благословляют, все правильно у нас, только таким образом надо идти. Вот то, что мы сейчас читаем, это вообще в церкви ничего у нас сейчас нет. Представляете, такие слова и вот это толкование просто встать и в церкви прочитать, и чтобы еще, допустим, типа Игнатия Тихоновича такой учитель прокомментировал это. Так это все, разлетится мозг у любого человека, который будет рядом стоять. Потому что каждый закон, каждое слово здесь в Библии против него. Он совсем по-другому живет. Не говорю уже об общинах, которые одновременно думают и высказывают одинаково, по-библейски, по-евангельски, допустим, сто человек. Это вообще нонсенс в наше время. Невозможность. Продолжим. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Толкование. Не сказал умерить, но примирить. То есть, снова примирить, показывая, что и в древности посредством закона человеческое естество было примиряемо с Богом. Но затем, так как через преступление закона вражда еще более усилилась, то оно опять возымело нужду в примирении с Богом, которое, как окончательное, справедливо и называется примирением. В едином теле, то есть в своем. Ибо должное нам наказание сам подъял через крест, что и выше сказал, лоть ее. И опять двоих создает в себе. А по мнению некоторых, в едином теле значит то, что обоих, ставших как бы единым телом, потому что он есть глава, примирил с Богом. Не сказал, разрушив, но сильнее убив враждеща, чтобы она уже не восставала. Каким же образом после этого опять возникает вражда? Она никогда не восстает, но рождает другую, потому что опять грешишь. В нем же или в кресте, или в теле своем. Ибо вражду он убил и на кресте, и в своем теле, которым и подъял крест. Вопросы. Час прошел, можно теперь у кого какие вопросы или мысли уделиться. Можно не по теме. Может быть, нюрзы какие-то молитвы. Есть у кого что сказать, пожалуйста? Ну, пока нет, тогда продолжим. Ефесянам 2.17 И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Толкование. Не другого послал, но сам пришел, явившись в положении слуги и раба, и благовествовал мир к Богу без сомнения, дальним язычникам и ближним иудеям, так как эти, более близкими, касались к Богу. И Христос ведь говорил, мир оставляю вам. Евангелие от Иоанна 14.27 Не уезжайтесь, я победил мир. Евангелие от Иоанна 16.33 И еще. Отец мой возлюбит вас. Иоанна 14.23 И все, чего будете просить, будет вам. Марка 11.24 А это все признаки мира. Вопросы? Нет вопросов? Ну, есть у меня вопрос. Есть вопрос. Вот, допустим, Господь примирил, стену средостения разрушил, и евреев, и язычников примирил. Но язычникам-то легче прийти ко Христу. У евреев-то от Бога есть обрезание. И вот теперь, евреям как быть? Вот, допустим, еврею веровал. Он от этого обрезания как откажется? Оно же уже есть у него. То есть, что нужно ему сделать? Допустим, вот старообряд там, переходит на вообрядик. Он там отрекается от цветов, которые там не его, и так далее. Там разных никонов и тому подобное. А евреи как попадают? С обрезанием просто веруя или отрекается от обрезания. Ну, вот тут вот непонятно мне. Есть особый чин. Чин есть принятие из мусульман и чин принятие от иудеев. И там все это обговорено, о чем ты сейчас говоришь. Все. До проклятия, до анафема. По пунктам разобрано. Все. По Корану и по Талмуду. А этот чин, он в требниках у священников? Да, ну они сейчас не печатают, они боятся. Даже из паспорта национальность убрали. Куда дальше идти? Ну, понятно тогда, все ясно теперь. Ну, евреи захватили, все, и поэтому тут они командуют. А есть священники, которые сегодня это делают, считают особый чин отречения. Обещания там другие, там очень подробные, грозные слова. Он должен анафеме проклятию предать это все, всякое это учение всех других учителей их. У меня где-то в книгах это есть. Ну, этот чин я не видел нигде, чтобы был написан, поэтому как-то не касалось этого ничего. Но теперь понятно, многое становится. Ну, это, язычникам тоже не просто так. Они-то вообще Бога истинного не знали. А тут и Бог Отец, и Сын, и Дух Святой. Ну, то есть, а тут всего-навсего надо было принять Сына, Мессию, которого они и ждали, в принципе. Ну, все понятно. Спасибо, Христос. Тут интересно, что вот евреи, допустим, кто-то увлекся, ходят в христианскую церковь, сильно не беспокоятся. И мусульмы, они не очень... Переходной момент крещения. Если крещение принял, все враг. По-еврейски херем. Проклятие. И уже ни выхода, ничего нет, только убить его. Крещение. Даже неправильное крещение. И они рассматривают его как это переход окончательно. А пока он ходит, заходит, там еще, это никакой почти роли не играет. А вот когда переходят из Никоньян, то тут вот из этой православной патриархии, к старобряцам, у них точно та же чина трещения. От Никоновских реформ, от всего. Ну, у меня просьба молительная по всем. Значит, я возглавил движение, называется «Собаководы против». И завтра мы будем делать первый рейд в парке «Юбилейный». Вот. Призывать людей, отдыхающих в этом парке, к соблюдению трезвости и чистоты. Потому что парк, где я веду занятия по дрессировке, превратили, ну, в такого рода, ну, куда приезжают, жарят шашлыки, напиваются до поросячьего визга. И мне потом приходится за ними все это дерьмо собирать, и битые бутылки, и прочее, и прочее, и прочее. И вот нашлись люди, единомышленники. Я вот в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Устье, получили много положительных отзывов. Ну, просьба еще помолиться, чтобы там все прошло гладко. Ну, а тоже вот в интернете есть параллельные движения. Там Лев против, там Хрюши против. Ну, вот, там Хрюши против, это против прокрученных продуктов, они ходят по магазинам, там, все это в интернет выкладывают. Ну, а Лев против, он тоже против распития спиртных напитков в общественных местах. Это вот как раньше были вот дружинники, ходили вот, ну, вот у меня такая, бог на сердце положил. Чтобы это как-то, ну, не один я этим занимался, а вот еще и появились единомышленники у меня. Вот такая вот визу. Так, Сережа, охотника-то выведи на меня. Я сегодня, будет у меня с ним встреча, вот, он мне сказал, что я, говорит, тебя научу, как с ними бороться. Я так понял, что это очень опасно, если поймают его. Вот, его надо убедить, что его там никто не поймает. Но если бы я ему пообещаю, что там же, как бы, как бы, батюшка хозяин, а вдруг, не дай бог, ну, посадят сразу, это очень дорогое удовольствие, лицензия дорогая на отлов. Это какой-то элитный бомб, этот, зверя. Так он вредитель, как, какой отлов-то? Он элитный вредитель, этот, бомбер-то. Он хуже всех зверей у нас оказался. Мы сколько, выложили там миллион, и он все разрушил до основания. Я понимаю все. Митя Петеринову я позвонил. В общем, он пообещал что-то сделать. Не выходил он на вас, нет? Нет. Вот, ноутбук Надежды Васильевны, он сразу забраковал. Ну, или свой приведет, модем у него есть. Ну, что-то придумали. Ну, а против бобров, борьба эта, капканы специальные есть, веревочные. Там веревочные, такой диск, и их вываривают в пихтовом отваре, чтобы не было. И ставят на мелкую глубину, там, где он спускается. Ну, у них такие есть лежки и капки, где они скатываются в воду. И вот там надо смотреть, и на малую глубину, сантиметров 20-15, не больше, ставить этот капкан. И все, они быстро попадаются. Он без зубов капкана. Никуда они не скатываются. Он ныряет, по дну идет, и там у него на самом дне нора. У нас негде скатываться. Это кусты нету. Это нету нигде. Они выходят на берег, надо смотреть, где они выходят на берег. Они потому что на берегу едят траву, едят там, и побеги молодые и так далее. Обязательно у них есть, это их лежки, где они едят прямо на земле. Они не всегда в воде. Это надо смотреть. Я вам говорю, как человек, который... Они у нас повалили все деревья вокруг, которые были. Ну все, я понимаю, у нас тогда та же самая беда. Они у нас заливают все наши угодья, которые мы перед ними идем. Они болото делают, у нас техника не идет там. Поэтому приходится вот драконовские методы смотреть. Как, чекаю? Ну бандиты настоящие, что там говорить. У нас собаки их неоднократно вылавливали, прям на воды выхватывают собаки. Вы на меня в мою мель вышли. Я дам ответ вам. Все, сейчас у нас занятия идут. Ну есть еще, раскапывают их хатки, находят хатки, прям раскапывают. Ну там сложнее, потому что там норы надо водяные у них перебивать. Для этого нужно плотину разрушать, смотреть, где норы выходят. Эти норы заколачивать, чтобы они не смогли уйти. И разрушая хатки, прям закапывают. Игорь, это невозможно. Подо льдом. Лед и сверху 3 метра снегу толщина. И он под самым низом прокопал насквозь. И там не видно выход, снег тоже. И когда набралось полное, сейчас всю нашу плотину сносит в эти дыры. А дыр это там собака настоящая пролезет. Это ничего не подходит, совершенно никак. Они под низом, подо льдом, подо льдом там делают. Они не вылазят даже. Вы зимой их не поймаете. Как вы зимой их собрали словить? О чем речь-то идет? Я вам говорю про лето, вы мне какую-то зиму твердите. Вы что? Игорь, 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 ты послушай внимательно. Что нам говорит-то? Сейчас, в данный момент, после зимы, сносят плотину, они зимой прокопали. Как раз речь-то идет о зиме. Вы знали, что там бобры есть? Знали, знали, но ничего нельзя сделать, достать. На выход норы нет, он по самому на глубине делает, и туда дальше идет вертикально кверху, а потом идет в сторону, а вода-то поднялась и прорвала дальше. Притом на всех прудах это. Игорь Ильич, вы это, ну, чиститель, не на глубине они делают, а они делают почти 100 по уровню воды. Ну, ладно, 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 значит, мы глазам не верим. Вся деревня там делает, показано, где нора, нет, они не делают. На глубине 2 метра от поверхности. Какая поверхность-то? Там у нас все сняты, ролики сняты, дорогой мой, ролики сняты, показано, на какой глубине. Ну, я сам увижу, значит, скажу, я сейчас ничего не буду. Ну, помоги, помоги, ты все знаешь, нам такие люди нужны, мы ценим их. Мы тебя заплатим за каждого бобра. А то, говорит, Кшатай Руставели, говорит, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Нормальный бобер, хорошее мясо. По 15 килограмм. Они наши плотины снесли. Да, я вам говорю, у нас такая же точно беда. Ну, ладно. Надо разрушать сначала их плотины, потом все остальное. Еще я могу на это еще сказать. Ты зайди на наши ролики, посмотри, что они делают. Глушат какими этими мешками с глиной. 20 мешков толкают в это, чтобы остановить воду. Ну, я понимаю, все прекрасно. Ну, печально. Приехай, пожалуйста, приехай. Мы тебе говорю. Обнимем, поцелуем и накормим. Помоги, пожалуйста. Нам такие знатоки нужны. Ну, все, я понял. Так, еще вопросы? Так, Ефесянам 2.17. И придя... Так, это я уже читал. Ефесянам 2.18. Потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе толкования. Своей смертью уничтожил гнев и потом сделал нас любезными Отцу через Духа. А благодатствовал нас одинаковой благодатью. Потому что не даровал им более, как близким, а нам меньше, как дальним. Но в едином духе обоим даровал единую благодать. И таким образом привел к Отцу. Или в употреблено вместо чрез. И тогда смысл был бы такой. Через Него и Духа приведены мы к Отцу. Вопросы? Ты далеко от нас находишься? Кто? Да что, сейчас большие шиферины поднимать на крышу надо. Миша придет и там все залило. Перекрывать надо крышу. А завтра непогоду обещают. Если бы ты рядом-то был, я бы тебя пригласил. А так, как тебя возьмешь? Никак. Сейчас что ли перекрывать хотите? Да сейчас. Уже все сейчас. Мы открыли склад, а там река. В складе-то и на улице все газеты, книги вытащили. Все мокрое. Ну, сегодня же был целый день. Можно было с утра оповещать или что? Как сейчас-то? Сейчас уже... Ну, как с утра? С утра у меня не было. Миша обещал только к вечеру прийти. А какая непогода будет? Что там обещают-то? Дождь, дождь. Дождь завтра. Ну, дождь, это ничего страшного не будет. Это от снега же столько нападало. Это другое. Кто смотрит на облака, там унижать написано. Мы даже сделать, а не на облака смотреть. Давайте завтра соберемся, да будем делать. Нет, нет, нет. Нет, нас никто не обманет. Сегодня, завтра это Лукавый говорит. Я не поеду, конечно. Там немного надо, шифери на 4 поднять. Так, продолжаем. Ефесянам 2.19. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Толкование. Так как Сын пребывает вовек, то те, которые не улучат вышнего града, суть странники и пришельцы. Но мы не таковы теперь, а сограждане святых. Не просто иудеев, а святых их, патриархов и пророков. И приписаны к тому же самому граду. Граду, находящемуся на небе. Вечному, которого и те усиленно искали. Чего те едва достигли посредством великих трудов, то мы получили через благодать, став своими домашними Богу. Вот упование нашего призвания. Ибо в той именно надежде мы призваны, чтобы получить сие. Вопросы. Ефесянам 2.20. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа троеугольным камнем. Толкование. Желая показать тесное единение язычников с пророками и апостолами, говорит. Быв утверждены, как бы говоря, основанием служат пророки и апостолы, а вы дополнили остальную постройку. Так что все, все составили один Божий храм. Это и значит быть надстроенными поверх патриархов и пророков, что в другом месте он называет привителем. Привитием. Римлянам 11.19. Римлянам 11.19. Раеугольному камню, а иногда называет и самим основанием. Вопросы. Ефесянам 2.21-22 стихи. На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. На котором вы устрояетесь в жилище Божие Духом. На краеугольном, говорит, камне, то есть в христе, все здания, именно все верующие, соединенные, органически и безраздельно растут и восполняются, чтобы стать храмами Божьими. Далее цитата. И поставлю жилище мое среди вас, говорит, и буду ходить среди вас. Книга Левит, 26 глава 11-12 стихи. Ибо и вообще церковь, то есть собрание всех верующих, есть храм Божий и в частности каждый человек. В Господе же сказано вместо благодатью Господа, а не нашими трудами. А словом, слагаясь, показываясь, что не иначе можем сложиться в храм Божий, как ведя такую жизнь, которая соответствует краеугольному камню. И все верующие созидаются в нем, и вы, так же ефесяне, чтобы быть жилищем Божиим в духе, то есть через содействие духа. Или же духом сказал противоположность чувственному строению, как бы говоря, жилище Божие духовное. Такое созидание и совершается до второго пришествия через верующих. Вопросы? Игнатий Тихонович. У меня вопрос один. Ты закончил на 10 минут раньше сегодня, а то сейчас за мной придет, у меня тут оборванное будет. Вот-вот сейчас ко мне придет Миша. Работать надо выходить. Давайте помолимся. Давай. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Отец наш Небесный, ты дивно велик. Слава тебе за жертву Голговскую, Сына твоего Иисуса Христа. Сохрани нас в вере православной. Будь милостив, благослови нас, приходящих к тебе. Если есть какие недостатки, ты знаешь, очисти, омой и убили. Приготовь все необходимое в нашей жизни, чтобы о плоском мы не заботились, а думали о духовном. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Тебе слава за все, Отец. Продолжение следует...